Девушки отдыхают Сегодня у нас будет завтрак, или можно сказать, обед, как в настоящем, элитном, дорогом ресторане. Это сколько стоит, Чаба? Это стоит ничего, потому что это у нас дома. Хорошо. Мы находимся в рыбном павильоне, и сейчас я тщательно выберу кусочек стейка из лосося. Привет, дорогой мой. Здравствуйте. Я хочу самую толстую. Вот отрежь мне, пожалуйста, где-то там 250-300 грамм. Хочу, чтобы у нас получился один красивый стейк из настоящей красной рыбы. Рыбка у нас есть. Идемте дальше. Это блюдо будем подавать свежей спаржей. И все мы знаем, что свежую спаржу надо жарить на сливочном масле. Но я хочу еще сделать сливочный песто. Это идеально будет сочетаться с нашей рыбой. Нам понадобятся сливки. Идемте дальше. Как я обещал, будь... Здравствуй. Дайте нам, пожалуйста, маленький пакет кедров. Без этих знаменитых орешек песто не делается. Хотя можно и пользоваться других видов, даже фисташки. Но это потом, попозже покажем. Кедр есть. Идемте, будем искать зеленый базилик. Как я говорил, мы сегодня себя будем баловать. И гарнир к нашему лососю будет знаменитая спаржа. Смотрите. Вот как раз сезон. Я люблю вот такие аккуратненькие, маленькие. Идеально нам подходят. Нам еще понадобится, потому что обещал, что будет сливочный песто соус. Вот возьмем такой маленький пучочек базилика, именно зеленого. Все необходимые продукты для этого супер завтрака купили, будет у нас как в ресторане, только дома. Идемте домой. Стейк из лосося со спаржей гриль Для приготовления стейка из лосося со спаржей гриль понадобится Лосось свежий 200 грамм Спаржа 200 грамм Базилик зеленый 4-5 веточек Кедровые орешки Пармезан 30 грамм Лимон 1 штука Сливки 20% 70 грамм Сливочное масло 20 грамм Оливковое масло 150 грамм Белый перец Соль Микрогрин Ну что? Ну что? Давайте начинаем Готовы А что? Да, Костик, я тебе попрошу, ты в прошлый раз уже делал песто. Сегодня мы тоже песто будем делать без чеснока, потому что можно песто готовить без чеснока. Прекрасно. Аспарагус, спаржа, никогда не путайте спаржевой фасоли. Это спаржа. Да. Надо найти ту точку, где он хорошо ломается. Где не больно, да, где не больно. Да, вот, хорошо ломается, видишь, смотри. Который толще у него, наверное, будет чуть выше. Но он идеально ломается, видишь? Вот, так надо все обломать. А потом вот эти еще нижние части французы зачищают всегда вот так. Но если спаржа молодая, можно это, в принципе, не делать. Только нижние части, да, не весь. Да, стручок. Это уже чистое. Чабов, теперь в блендер это все? Давай. Да, в блендер закидывай. Это ты оставил на... Ну, на всякий случай. На всякий пожарный. Хорошо, молодец. На украшение. Молодец. Уже научен. Научен. Добавим оливковое масло, нерафинированное. Сюда обязательно еще нам надо кедровые орехи. Конечно. Которые... Да, давай, кидай. Вот так. Раз. Добавим пару каплей лимона, лимонного фреша. Угу. Вот так. Потому что она может быть чуть-чуть, ну, кислее, скажем так. И вот, смотри, пармезан. Настоящий пармезан. Вот так. Отлично. Да. Закрытием. Можно начинать. И вперед. Смотрю. Я думаю, что идеально. Давай, вот это заберем. Прошу. Бросаем, да? Бросай. Воду перед этим нужно посолить, да? Нет, мы сейчас воду солить не будем. Вот так. Все. И буквально варим спаржу две минуты. Нельзя его оставлять. Хорошо. Юлечка, попрошу тебе, давай. Достать. Вот на ту тарелочку, да. Хорошо. Они еще будут доходить на тарелки, потому что они горячие. О, с первого раза, смотри. Костя, а я тебе попрошу вот это... Вот захват. Переложить. Переложить туда. Все. И сейчас очень важный момент. Будем спаржу жарить, но одновременно будем жарить вместе с лососем. Так что лосось надо нам буквально на секунду замариновать. Как правильно замариновать лосось? Ему хватит белый перец, потому что каждая рыба любит белый перец. Вот так, да? Да, да, ну можешь нормально. А соль, а соль? И соль. Да. Будем жарить его на гриле в сковороде. Хорошо. Чуть-чуть соль. Вот так. Вольно. И оливковое масло. 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 Рафинированное. Это рафинированное. Для готовки всегда надо пользоваться рафинированное масло. А нерафинированное это для салата. Смотри. Вот. Красиво вот так. С всех сторон обволакиваем лосось. И всегда надо лосось жарить сначала на шкурке. Илечка? Да. Спаржа? Мне нужно сейчас... Что тебе нужно? Кусочек масла. Кусочек масла. И тебе, скорее всего, надо будет какая-то... Лопаточка, да? Лопаточка, да. Хорошо. Весь кусочек? Ну, я думаю, нет. Половина тебе хватит. Все. А мы пока с тобой в наше уже готовое песто заливаем сливки. Так. Тридцати процентные. Вот. Добавляем. И это будет сливочный песто соус. Только мы сейчас его еще разогреем перед подачей. Кидай. Мне не нравится, как это... Ничего страшного, все нормально. Да? Да, конечно. Не спеши. Вот так. Хорошо. Спаржа очень дружит с лимонным флешем. Сейчас, сейчас дышим. Посоли и просто лимонный флеш. Вот. Тем временем, нормально, мы пожарим лосось из всех сторон. Вот об этом секрете я не знала. О каком? О лимоне. Смотри. Давай, доставай. Вот еще раз с одной стороны. И наш фокус. Конечно. Давай. Вот так делают в настоящих ресторанах лосось. Аккуратно. Близко не подходи к нему. Вот так, далека. Да, конечно. И с двух сторон. Вот это тоже. А ну, что там у меня? О, идеально. Я думаю, да. Там внутри такой будет сейчас. Нет? Да, да, да. Вот, получается. Будет такой, как должно быть. Пока наш лосось доходит, мы разогреваем наш соус. Соус. Да. Видишь? Сразу, как закипает, он сразу начинает густеть. Да. Смотрите, что мы делаем. Вот наш лосось. Подумай, вот так. Ресторанный вариант. Ну, давай. По какому делу? Спаржа. Прошу. Позвольте. Давай, его позвольте. Сюда. Так, с одним движением рук. На принципе, у нее получилось. Помнишь? Как она достала. Смотрите. Что хотелось бы сказать. Это очень, кстати, вредная культура. Она не проживается. Очень долго. Это очень долго. И знаешь, где она растет? Где? Она же растет под землей. И спаржа выращивается, ну, два года ему надо, чтобы он был по-настоящему взрослым. Ну, еще она про уже на пшеницу. На вот эти вот. На какую пшеницу? На пшеницу. Ну, вот если посмотреть, так, посмотри, дымишься. А все смотри. Так, если издалека очень посмотреть. Издалека. Хорошо, давайте издалека закончим. Давайте. Да? Попробуем? Смотрите, наш соус. Давай. Но на рыбу не хочу. Не надо. Не хочу. Вот тут будет. Рядом. Просто с одной стороны, да. Это уже тебя заставит. Конечно. Давайте микрогрен. Красиво вот так отрезаем еще. Да. Чтобы был настоящим рестораном. Куда ты хочешь? Я все-таки вот где-то. Вот сюда. И давай вот тут еще прячем вот эту некрасивую штучку. Как французский повар. Да. Еще поднимем. Мишленовские звезды летят просто на беды. Давайте, давайте, ребята. Давайте, давайте. Все. Понимаете? И просто так положим вот сюда лимончик. Это уже визуальная красота. Людечка, не отвлекайся. Иди сюда, потому что мы съедим сейчас твою еду. Так, чего? А это... Знаешь, за что я люблю нашу рубрику кулинарную? Знаешь, за что? Знаю. За то, что я по-новому, как всегда, как школьница, учусь, знакомлюсь и впитываю из себя информацию. Потому что я не знала, что нужно именно так готовить этот лосось, что нужно на спинке его прожаривать. И каждый раз приходишь, получаешь. Ну, смотри. Иногда очень даже двойки. Видишь, как хорошо? Наш лосось и аспарагус, или как у нас называют, спаржа, в ресторанном варианте готова. Приятного аппетита. О, да. Ой, да, 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 да. Тише, тише. Ты возьми пока в руку. А я уже думала, нужно пробовать. Устала. Рецепт стейка из лосося со спаржей гриль. Посолите, поперчите лосось. Смажьте оливковым маслом. Обжарьте на сковороде гриль с двух сторон. Очистите спаржу. Отварите в воде 2-3 минуты. Обжарьте на сковороде на сливочном и оливковом масле. Добавьте соль и сок лимона. Для приготовления соуса песто загрузите в блендер листья базилика, оливковое масло, лимонный фреш, пармезан. Взбейте до однородной массы. Переложите готовый соус песто в сотейник. Добавьте сливки. Доведите до кипения. Выложите на тарелку стейк из лосося и спаржу. Полейте сливочным песто. Подавайте с дольками лимона. Украсьте микрогрином.